Это заключается самая большая проблема нашей жизни. Мы считаем, что это дело сохраняя семью. Вот в этом вся проблема. Не ты сохраняешь, а не ты создаешь. Мы проводили статистику, кто нашел себе близкого человека. Столько рук подняли. Люди нашли себе близкого человека. Потом я говорю, вы уверены, что вы их нашли? Они говорят, конечно, хорошо. Другую статистику. Кто не может найти себе близкого человека? И подняло столько же рук. Люди не могут найти себе близкого человека. Проблема одиночества. И те люди, которые нашли себе близкого человека, они посмотрели на них и думают, «Ха-ха-ха!» Ишь, как вам так? Да кто из них лучше понимает, что такое жизнь? Те, которые не могут найти себе близкого человека, понимают, что мы здесь не можем ничего. Или те, кто считают, что они нашли. Вот те, кто не могут найти себе близкого человека, они в лучшем положении, чем те, кто считают, что они нашли. Потому что те, кто не могут, они понимают, что здесь происходит в этом мире. У них четкое понимание, картинка есть, что происходит что-то, чем я не управляю. И им легче встать на правильный путь. Понимаете? А те, кто нашел себе близкого человека, я нашел. Еще найду, если мне надо. Хорошо, посмотрим, брат. Посмотрим. Вот в этом заключается проблема, что человек не знает, что он не управляет ситуацией. А вот когда человек узнает, что он не управляет ситуацией, вот такой, который не знает, что он не управляет ситуацией, Вот от этого и начинается тяжелая семейная карма. Человек-путро говорит, что от меня ушла, от меня! Ну я начальник, блин, что ты в этом делаешь? Ну вот начальник, каждый суслик у себя на поле окрано. Понимаете, какие мы здесь начальники? Ну никакие здесь начальники. Если ты начальник, сделай так, чтобы ты не помер. Начальник, сделай так, чтобы войны не было. Ты не можешь этого сделать. Поэтому мы здесь не начальники. Мы подчиненную природу имеем здесь. Мы подчинены высшим силам, высшим законам. Каждая клетка нашего организма не под нашим контролем находится. Мы пищу глотаем, она проходит и выходит оттуда. А мы не знаем, что там внутри происходит вообще. Мы знаем только когда оп! Пошло, пошло, надо бежать. Вот это мы знаем. А что там внутри, мы не знаем. Как всасывается все, мы не знаем. Если нас просят, как это мы говорим? Автоматически. Интересно, автоматически. Там каждая клетка, она такая сложная, что там просто никакой завод не может так автоматически работать. Такой сложный завод, чтобы он автоматически работал, мы не видим. А клетки в моем организме автоматически работают вот так сложно. И я все знаю. Очень круто. Тупость бесконечная. И вселенная создалась из большого взрыва. Ничего не было. Потом оп! Точка появилась из ничего и взорвалась. Все. Мы такие умные здесь, в этом мире. Все случайно происходит. Есть два варианта жить. Первый вариант – здесь все случайно происходит. А второй – здесь все не случайно. Вот эти два коренных варианта определяют два способа жить. Первый способ – бессовестной жизни. Смотрите, вывод. Если все счастляет случайно, значит, я создан из комбинации случайных элементов. У меня случайная комбинация, значит, я живу один раз. Пей, гуляй, веселись. Потому что дальше ничего не будет. Второй вариант – если все не случайно, значит, я вечный. Я живу не один раз. И значит, я должен жить правильно. И цель моей жизни не заключается в том, чтобы решать свои вопросы, а решать задачу, которую мне поставили в этой жизни. Потому что я себя же не рождал. И сам себя не умираю. Веды говорят, что мы в вечных отношениях с Богом находимся. Он очень… Вот то, что я сказал, это сразу так. Видите, да? Интересный психологический момент. Я говорю, мы в вечных отношениях с Богом находимся. И я пришел на эту лекцию. У многих возникло так. У всех возникло. Сто процентов у всех. Чувство такое… Вот это чувство является ключом к решению проблем. Мы попали в этот мир, потому что мы не хотим его видеть. Мы не хотим об этом ничего знать. Мы не хотим знать, что это есть. Потому что… Какую-то веру вас тянет рядом. Я никуда и никого не тяну. Я просто объясняю вот эту суть, вот эту проблему внутреннюю человека в жизни. Я здесь сам живу, какой Бог в три часа ночи. Я сам здесь живу. Вот, понимаете? Вот интересно, если ты сам живешь, кому ты орешь, что мне плохо. Вот у меня такой вопрос возникал в жизни. Я вышел… Вот у меня родители пили там, другаясь. И я страшно мучился в детстве. Я вышел на поле, вот так руки вверх поднял и закричал. Я буду страдать до 28 лет. А потом… Я узнаю, как жить правильно. И кому я закричал. У меня потом один вопрос был, кому я и кричал. И кого же не было вокруг. Но я знал, что он меня слышит. И он слышал меня. Там тот, кому я кричал. Потому что в 28 лет я узнал о Ведах. Он слышал меня. И Вед объясняет, что вот тот, с кем мы имеем отношение, находится в сердце. Прям там, самый лучший друг. Он называет сверхдушой там или голосом совести. Есть совесть или нет? Кто считает, что нет совести? Если кто-то… О! Нет совести. Так? Если нет совести, тогда о чем мы сейчас говорим? Но если чего-то нет, то об этом нечего и говорить. То есть, вот смотрите. Ну, допустим, здесь нет второго стола. И об этом никто не говорит. Но если мы говорим о чем-то, значит… Что значит? У кого-то есть, а у кого-то нет. Проблема в том, что мы не хотим, чтобы она была. Иногда не хочется, чтобы она была. Понимаете? А что такое совесть? Это эталон, по которому мы живем. Вот если бы не было совести, тогда было бы классно. Понимаете? Классно. Что хочешь, то и делай. Всегда классно. Вот мне это нравится, и я там. Это нравится, и я там. И всегда классно. Ну, вот здесь вот иногда такое что-то возникает. Что-то фигуло. У вас не возникает? Нет? Вам всегда классно? Без базара. Вопросов нет. А у меня возникает. Она говорит, что внутри что-то фигово так. Но я же не хочу, чтобы было фигово. Я хочу, чтобы было классно. Значит, фигово – это что-то другое, не я. Я хочу, чтобы всегда кто хочет, чтобы ему плохо было, поднимите его. Есть какие-то люди? Никто не хочет. А плохо возникает. Вопрос, почему? Кто это такое делает неплохо? Сам? Сам я не могу себе плохо сделать. Это невозможно. Невозможно себе сделать плохо. Потому что мы сотканы с желанием быть счастливыми. У нас нет желания быть несчастными вообще. У нас природа. Мы хотим вечности всегда. Мы хотим знать, как быть счастливыми. Мы хотим быть счастливыми и хотим знать, как быть счастливыми. И хотим вечно быть счастливыми. Вот это наша природа. Всё. Другой природы у нас нет. Мы не хотим быть несчастными, но когда возникает вот это вот внутри, несчастное, это означает, что кто-то есть внутри. Больше это ничего не означает, понимаете? В этом надо разобраться в вопросе, это очень важный вопрос. Потому что плохая семейная карма означает, что кто-то это делает. Когда я узнаю, что это делают и знаю, зачем, она окончается, плохая семейная карма. Как она окончается? Внутри становится неслучайно светло и неслучайно весело. На фоне всего того, что происходит. Вот это вот удивительный момент, ключевой в жизни каждого человека. А теперь мы будем с вами об этом очень серьёзно говорить. Поднимите руку тот, кто на фоне жутких страданий в молитве почувствовал глубокое счастье и смог от этих страданий отстраниться и уйти. Поднимите руку. Пожалуйста, держите эти руки. Посмотрите все остальные на этих людей. И самое главное, когда вы будете смотреть, держите руки. Смотрите им в глаза и смотрите, думайте, шумасшедшие они или нет. Если вы видите, что они здравомыслящие, порядочные, хорошие люди, это значит, что так бывает. Это очень важно знать, потому что если вы об этом будете знать, вы поймёте тогда, в чём заключается правильное направление жизни. Потому что я могу точно сказать, что если человеку плохо, и он лезет в это плохо, и дальше это решает сам, и ему решать очень тяжело, и он дальше сам это всё делает, то это приводит к безумию человека. Ему становится так тяжело, что дальше просто невыносимо. И вот сумасшествие, почему люди с ума сходят, именно из-за этого. Они лезут туда, где боль всё сильнее и сильнее, и сильнее, и сильнее. Пока эта боль становится невыносимой, они прыгают с девятого этажа, сходят с ума, режут себе вены, только по одной причине, что они не согласны с тем, что происходит в этом мире. Это бунтари. Понимаете, есть две категории людей. Есть люди да, и люди нет. Мы, большинство из нас, это люди нет. Мы родились здесь людьми нет. Почему? Потому что мы хотим жить для себя. Мы не хотим жить для этого мира, для законов, для того, что здесь происходит. Смотрите, вот мы изучали режим дня. Очень прикольно всё получается. Для здоровья и счастья лучше всего вставать рано утром. Хочется как вставать? Похоже. Лучше всего для здоровья ложиться пораньше. Хочется как ложиться? Попозже. Лучше всего для здоровья на ночь не есть или есть поменьше. Хочется побольше. Лучше всего для здоровья кушать в обед максимальное принятие пищи. Но хочется попозже. И так далее, понимаете? И так далее, и так далее. Вот даже просто для своего же счастья мы жить не можем нормально, потому что нам хочется всё наоборот. Мы люди нет. Вот допустим, надо заботиться о мужа, а хочется, чтобы он заботился о мне. Для того, чтобы быть счастливым, надо просто заботиться о мужа. И не думайте о себе и всё, о своих желаниях. Простая формула. Никто не может соблюдать. Почему? Потому что хочется о себе, чтобы он забыл, а он будет, а мне забыться Олег Геннадьевич или нет. Об этом не надо думать. Подумается. К этому проблемам. Видите, мы люди нет. Но когда человек обращается к истине своим лицом, вот у него тяжёлая ситуация. Надеюсь, что вы не зря сюда пришли. Что у вас есть тяжёлая ситуация, что мы с вами дышим одним дыханием. У вас есть тяжёлая ситуация в жизни, непреодолимая судьба. Если у вас есть такая тяжёлая ситуация в жизни, то вы должны сделать правильный шаг для того, чтобы её преодолеть. И правильный шаг направлен в ту сторону, которая даёт знание. Вот теперь смотрите, давайте возьмём, теперь ситуацию будем решать. От вас уходит муж. Допустим, где девушка-то, я уже потерял. Вот вам, допустим, друзья говорят, не волнуйся, не уйдёт. Вы поверите им, нет? Нет. Другие друзья говорят, 100% уйдёт. Вы им поверите? Нет. Тогда что с ними общаться? Психолог, психолог. Вы приходите к психологу, он говорит, сейчас я тебе скажу, всё как сделать, всё нормально. Вы им поверите? Нет. Чего к нему ходить тогда? У вас тяжёлая ситуация в жизни. Вам некому идти. Знаете почему? Потому что знание находится внутри. И истинный, честный человек — это тот, который вас к этому знанию подведёт. Честный человек вам не скажет, я дам тебе это знание. Честный человек скажет, где лежит знание и как его достать. Потому что оно находится внутри. Это в сердце вашем придёт знание о том, что дальше будет. Потому что главная ваша проблема в вашей жизни — что дальше будет. Я не знаю, как мне себя вести. То ли он уйдёт от меня, то ли нет. Я не знаю. Никто вам это не сможет объяснить. И когда вы узнаете, как будет, вы даже себе об этом не скажете. Знаете почему? Потому что правда, она такую силу имеет, что о ней не хочется говорить. Просто она делает человека трезвым, и ему не хочется уже говорить об этом. Когда вы будете иметь знание об этом событии, которое сейчас с вами происходит, через много лет ваша психика станет трезвой, и вам скажет, давай поговорим об этом. Вы не будете об этом говорить. Согласны? Потому что знание, оно очень глубокое. И оно даёт человеку настоящее счастье, настоящее удовлетворение. И это знание рождается из очень искренних отношений. Каждый день я испытываю это чувство. Я сажусь перед своим наставником духовным, перед изображением. Начинаю свою молитву. Кланяюсь мысленно, молюсь. Чувствую его чистоту. Я сказал чистоту, у некоторых ёкнуло в сердце. Какая чистота, Леонид Геннадьевич, не от чистых людей. Не от чистых людей. Ну это же всё фигня, Леонид Геннадьевич. А я говорю, что все чистые люди. Просто одни чище, и одних лучше это можно увидеть, а в других нет. А я говорю, что счастье находится там, где человек стремится увидеть чистоту в другом, а не смотреть своим подлинненьким взглядом на его недостатки. Потому что душа по своей природе, мы все души, она чиста, она святая, она полна глубины, веры. Необыкновенные вещи она из себя источает, душа. Но мы не хотим видеть в других душах. Мы хотим видеть в них то, что оправдает нашу нелюбовь к ним. Вот когда человек стремится к святости, он когда устанавливает чистые отношения с другим, с чистым человеком, с которым легче их установить. То есть святое означает легче установить. У него тоже есть недостатки. Но легче на них не замечать, их не замечать. Легче. И когда ты эту чистоту сердца в своих отношениях бультилируешь с таким человеком, вот здесь в сердце появляется очень чистое чувство, которое дальше все расправляет своим полком. Это будет так, это будет так, это вот так. Вот здесь надо так относиться к этому, к этому так. Все встает на свои места. И жизнь становится спокойной. Потому что мы в этом мире должны желать только спокойной жизни. Нам больше нечего желать. Вот люди спрашивают, у тебя все нормально? Все нормально. Означает спокойной жизни? Что еще это означает? Что тебя не прибили. Зарплату платят. Так? Все нормально. Это не означает что-то другое. Потому что все то, что мы воспринимаем счастьем в этом мире, это просто обустройство спокойной жизни здесь. Ну какая разница, у тебя большой дом или маленький. Если ты спокойно в нем, значит нормально. Бывает в большом доме неспокойно, бывает в маленьком спокойно. Так? Нужен просто там, где ты будешь спокойно жить. Так? И что об этом париться? Просто возьми и успокойся там, где ты живешь. Если ты сможешь успокоиться там, где ты живешь, это самый быстрый способ решить проблему с жильем. Практично? Нет? У меня нет жилья вообще. Я живу в аренду. Очень. Знаете почему? Потому что я знаю, для кого я живу. А вы не знаете. Там разница. Знаете, как спокойно? Вот человек, который живет где-то в квартире в чужой, он связан с хозяином. Чем больше человек хочет использовать квартиру, чем тяжелее хозяину жить. Чем больше человек служит в квартире, тем хозяину легче. И это на тонком плане все происходит. Вот допустим, вы решили как бы в квартире наслаждаться. Хозяин звонит. Как у вас дела? И хозяйка в квартире, в которой я живу, она говорит, пожалуйста, оставайтесь. Ну не уезжайте, пожалуйста. Я таких людей никогда не найду. Оставайтесь. И мы очень счастливы, потому что мы чувствуем, как дома себя. Мы теплом, а вот этим мазаримем. Там, в этом тепле живем. Но мы не создавали сами такую ситуацию. Она создалась извне. Не в нашей воле. Я просто посчитал. Мне 47 лет, осталось лет 15 жить. Ну примерно в среднем. Даже меньше, потому что статистика другая. Это я уже придумываю. Ну ничего. Жить совсем немного, осталось жить. Что париться-то? Живе там какое-то самое. Может быть, и будет. Ну что париться, осталось 15 лет жить. А жена после вашей смерти? А дети? Что, я контролирую ситуацию с детьми. Кто контролирует ситуацию с детьми? Поднимите руку. Кто может помочь своим детям? Поднимите руку. Ну что тогда вопрос задаете? Уже мне задали вопрос. Вот я, смотрите, смотрите, вот интересное мышление. Пытайтесь понять мышление. Вот когда вы его поймете, все... Олег Геннадьевич, слава. Я же слава. Сейчас объясню, смотрите. Я же не против квартиры. Я против квартиры или нет? Нет. Я просто сейчас счастлив. Без квартиры. Но если будет моя квартира у меня, я буду счастлив в квартире. Вот гад, да? Знаете, почему я счастлив без квартиры? Потому что я знаю, что я как бы своим детям в этом вопросе никак не помогу. Потому что я не контролирую ситуацию. Почему я объясняю? Потому что я не контролирую ситуацию. Вы не знаете, продаст этот ваш ребенок квартиру, пропьет ее и промотает или нет. Может он ее под залог сдаст и его обманут. Понимаете? В этом мире происходит все, что угодно. Мы не контролируем ситуацию. Пытайтесь это понять. А если вы этого не поймете, вам Бог докажет это. Докажет. Потому что человек, который не понимает, что он не контролирует ситуацию, он ввергает себя в деятельность, которая засасывает его и лишает его счастья. Смотрите, я уже в возрасте, у меня нет квартиры, детям после меня негде будет жить. Дальше что? Вот я вывод такой сделал. Я контролирую ситуацию. Дальше что я буду делать? Пахать как и шаг. И вся моя жизнь пройдет в этой тяжелейшем труде, в котором я просто цель своей жизни забуду. Но если взять статистику, провести, сейчас мы проведем эту статистику, смотрите, сидите тысячу человек. Сейчас вы увидите своими глазами. Будем проводить статистику. Кто из вас напрягался, потел, пахал и заработал себе на квартиру? Поднимите руку. Молодцы. Держите руку, не бойтесь. Молодцы. 35 человек. Теперь, кто в вашей жизни получил квартиру? Вот само собой, вот она пришла в жизнь просто, само собой. Поднимите руку. Смотрите в зал. 30 человек. Теперь, вот эти 30 человек, я вам скажу одну вещь. Если бы вы не пахали и не убивались, вы точно так же квартиру получили. Готовите его. Точно так же. Судьи просто. И все. Одни люди пытаются зачать ребенка, они потеют. Эка, эка там. Тыкают себе туда, тыкают сюда там. И так, и так. И все. Все, они все были, все расходятся. С этим невозможно зачать. Все, следующий. Какая невозможно зачать? Что за хрень? Надо зачать ребенка? Вторые, как бы. Второй вариант. Тоже хотят ребенка. Но понимают, что не в их это воли. Они начинают молиться. Вести здоровый образ жизни. Всем желать счастья. Заботиться обо всех. Думать о всеобщем благе. Женщина думает, нет у меня кармы ребенка. Почему? Потому что смотри, какая грубая. Детей не хочу в сердце, на самом деле. Я грубая. Детей не хочу в сердце. Надо захотеть детей. Как? Заботиться о детях. Начали заботиться о детях. Потом раз. Опа. Появилась мысль правильная. Пришла. Так надо просто ребенка взять на воспитание. Мы же такие скоты. Что мы вообще не достойны. Вообще ребенка своего иметь в жизни. Вообще не достойны. И раз взяли ребеночка на воспитание. А вдруг он там плохой. Не важно. Будем любить ребеночка. Какой нам Бог даст, такого и даст. Взяли на воспитание. Женщина взяла ребенка на воспитание. Есть о ком заботиться. Быстро меняется. Женская карма пошла. И отрабатываю судьбу. Раз. Жертвенность пошла. У кого так получилось в жизни? Поднимите руку. Ребенка взяла и сразу жесть. Ребенка взяла. Женственность появилась. Лучше стал. Красивее. На воспитание взяла. Есть такие женщины здесь у меня? Есть знакомые. Значит лебеди не ходят на мои лекции. Лебеди не ходят. Жалко. Я хотел такую женщину посмотреть здесь в этом заботе. Но они достойны. И так взяла ребенка на воспитание. Стала красивой. Почему? Потому что женщина должна заботиться о детях. Она тогда красивой становится. И что дальше происходит? Гормоны заработали. Родила своего. Я кучу примеров таких знаю. Кучу просто. Понимаете? А скупость не дает. А хочу своего. А мало ли что ты хочешь. Никого не волнует. Понимаете? Должна сдать экзамен. Если ты не можешь вот так сдать. Ты живешь и не можешь сдать сама. Но возьми на воспитание, тебе Бог поможет сдать. Видите? Два пути. Один путь. Человек направляет на всеобщее благо свои силы. Работает над здоровьем. Молится. Учится жить правильно. И ребенок начинается между... Ну, само собой. Как-то раз. Зачинство. Второй вариант. Аааа. Страдать. У нас нет ребенка. Эти страдания что приводят к чему? Все гормональные функции расстраиваются. Все идет расколбаться. Уже и хуже становится. Почему? Потому что эти страдания означают бунт. Бунт. Почему ты не имеешь ребенка? Потому что ты не имеешь права его иметь. Тебе не положено. Бог тебе не дал. Прими эту судьбу. Скажи, я согласен. Стань человеком даром. Скажи, я согласен. Сдаюсь. Я согласен. Все дальше будет. Дальше будет. Та же самая ситуация. Решаться совсем по-другому. Человек успокаивается. Он без квартиры счастлив. Гад-то такой вообще непонятно. Без квартиры счастлив становится человек. Все. А? И без ребенка счастлив. Потому что почему? Он кого спросил? Кто спросил? А? Я хочу с человеком общаться. Не потому что я не люблю, а потому что я люблю. Кто спросил? Не стесняйся. Ручка видна. Почему счастлив без ребенка? А потому что он поднял, что ему не положено своего. Вот он понял, что он такой вот хороший человек. Что ему не положено своего. Представьте, какие люди бывают, что они вот так понимают в жизни. Это он будет считать, что не положено своего. И вы представляете, что он начинает делать? Он будет заботиться обо всех вокруг детям. Он заботится о них и чувствует, что счастье появилось. Вот то, что ты для себя хотел, ты теперь не для себя его реализовала. Вот какая мать будет больше счастлива, которая заботится о ребенке, и это не ее ребенок? Или заботится о ребенке, и это ее ребенок? Какая больше будет счастлива, как вы думаете? Не знаете, мои хорошие, я вам сейчас расскажу. Любовь бескорыстная сильнее. Когда женщина заботится о чужом ребенке и побеждает себе это чувство, почему не о моем, а просто она смело заботится о чужом ребенке, она с этим ребенком устанавливает духовные отношения. Эти отношения чище тысячу раз, чем заботиться о своем. Но такой женщиной надо встать. Такой женщиной была мать Тереза. Она заботилась не только о детях, она заботилась о прокаженных, нищих. И она сияла, вся состояла из любви. Понимаете, она любила весь мир, и весь мир любил ее. Вот такой матери она была. Ее все называют мать. Потому что это и есть настоящая мать, которая победила в себе мое вот это вот. И начала становиться матерью для всех. Понимаете? Она была монашка, то есть у нее не было своих детей. Она испытала вот это чувство любви в полной степени, женской любви. Поэтому женщина становится счастливой, что она убеждает, сдает экзамен, женский экзамен. Надо сдать экзамен. И экзамен он сдается не тогда, когда мне игрушку дают, понимаете, а когда еще не дали. Потому что когда дали, уже поздно, уже ты экзамен не сдашь. Вот почему я, допустим, не имела права иметь ребенка и ничего до этого не делала, но сильно хотела, и ребенок появился. Ну работала, работала, эко сделала. Ну заберемен он наконец-то, блин. Вот. И что, экзамен сдал, нет? Не факт. Не факт. Будет ли этот ребенок, принесет ли он счастье? Не факт. Может быть и принесет, но экзамен не сдан. Потому что экзамен будет сдан, когда человек отпускает обе руки. Он не тянется уже к своему счастью. Он пытается понять, почему такая у него жизнь. Он хочет научиться жить правильно. И тогда он становится человеком даром. И по факту, веды говорят, что вот тот период жизни, к которому мы так сильно стремимся, чтобы у нас все было хорошо, он самый бесполезный в жизни. Самый главный период жизни, это когда у нас все плохо. Потому что именно в этот период жизни, именно в этот, мы поворачиваем свое лицо к знанию, к тому, что здесь происходит на самом деле в этом мире. На самом деле происходит следующее, что каждый из нас душа, которая жаждет чистых, светлых, бескорыстных, глубоких, вечных отношений. Которые вот в этом кругу, в котором мы находимся, невозможны. Потому что мы все сотканы из эгоизма в материальных телах. Материальное тело предназначено для удовлетворения своих эгоистических жилок. И когда человек обращает к чистому свой взор и направляет свой внутренний мир к чистым отношениям, с наставником, с Богом, с священной книгой, тогда в этот момент его настоящая сущность, природа, просыпается, утверждается внутри. И он может ее уже использовать в отношениях с близкими. Вот это и есть настоящая жизнь. Но она будет всегда возвращаться назад. То есть я близкому даю чистое, а назад что буду получать? То же самое, нехорошо. Но потом это поменяется со временем. Экзамен, когда будет сдан, это поменяется. Итак, как победить одиночество? Я вот схему уже сказал, как победить. Давайте поговорим, что такое одиночество, почему оно возникает. Есть разные причины таких тяжелых страданий, когда человек лишен возможности иметь близкие отношения. Близкие отношения — это самое главное, что есть в нашей жизни. Самое главное. Нет главнее ничего в этой жизни близких отношений. Каждый человек, каждая душа, мы души, и мы должны иметь любовь. Любовь означает близкие отношения. Близкие отношения означают отношения со сличностью. С деревом близкие отношения, если ты его не будешь считать личностью, невозможно. С камнем близких отношений невозможно иметь. Можно иметь только с личностью. Все хотят близких отношений. И любовь — чистое чувство, светлое чувство. Любовь — это чистое и светлое чувство. Оно рождается только в очень близких, глубоких отношениях. Теперь задайте себе вопрос. Давайте будем практичными. Вот у нас есть муж, жена, ребенок. У меня с ними вот эти вот есть, вот эти очень глубокие близкие отношения или нет. Ну, задайте себе вопрос, честно. У кого есть? Преклоняюсь перед вами, если вы не обмануты судьбой. Преклоняюсь, если вы не обмануты. Потому что близкие отношения — это подарок Богу. Они есть. С ребенком может быть близкие отношения? Могут быть. Но надо знать, что это такое. Близкие и светлые отношения — это когда ты не видишь греха в человеке, даже когда он грешит. И когда тот человек тоже в тебе не видит греха, когда ты грешишь. Это возможно только в том случае, если отношения наполнены силой, которая дает возможность это не видеть. Потому что у нас внутри есть одно уникальное свойство. Когда нам кто-то делает больно, мы в нем видим плохое. Теперь вопрос заключается в том, будут ли нам близкие люди делать больно или нет. Если вы думаете, что близкие отношения означают, что ваши близкие вам никогда не будут делать больно, то вы находитесь в иллюзии. Потому что вы путаете близких от людей с Богом в этом случае. Даже близкие люди не хотят, допустим, сделать больно. Допустим, близкий человек обездвижился. Он не может ходить теперь уже. Потому что он заболел. Это больно или нет? А он близкий. Или не близкий теперь же? Олег Иванович, я не рассчитывал на это. Может, на все, что угодно надо рассчитывать. Мы же не знаем, что дальше будет с нашим близким. Или он, допустим, у него свернуло немножко здесь по судьбе. Хорошо, чуть-чуть свернуло. У меня будут с ним близкие отношения? Но близкие отношения, они имеют вечную природу. Они не заканчивают. Близкие отношения значат вечное отношение. Или я в иллюзии нахожусь одной из двух. Так вот, смотрите, когда я строю со святым человеком близкие отношения, то я как бы в какой ситуации жизни мой близкий человек не находился, будет он тем путем идти, как я хочу, или не тем, не имеет значения. Я в нем буду чистая и светлая всегда помнить. Будем мы рядом с ним или не рядом, я чистое и светлое в нем всегда буду помнить, потому что у меня будет сила это помнить. Этот мир вызывает боль в нас во всех, понимаете? Боль отдаляет людей. Вот у кого из вас очень болезненные отношения? Я, наверное, очень близкий с близким человеком. Вот постоянно рукает скандалы. Я, наверное, очень близкие отношения. Поднимите руки, есть ли? Вы полные иллюзии живете, господа. Полные иллюзии. Близкие отношения не вызывают боли. Близкие отношения не вызывают боли. Потому что боль отдаляет людей. Святой человек никогда не вызовет боли, поэтому мы в него верим. Вера рождает близкие отношения. «Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от смерти меня темной ночью спасает». Но если ты будешь ругаться с этой женщиной, то так никогда не споешь. Никогда. Потому что боль в отношении лишает близости людей. Но если человек молится Богу, то ругань, скандалы, которые входят в судьбу извне, а мы их не звали, они пришли, потому что вот человек, допустим, вот мне дали фотографию, он просто изнемогает, ему очень трудно, у него чувствительность настолько сильно повысилась, ему просто тяжело жить. Понимаете? Ему просто тяжело жить. И это не зависит ни от вас, ни от него. Это просто приходит в жизнь тогда, когда приходит. Понимаете? И мы ничего не можем сделать с этой ситуацией. Близких уже нет отношений. Вы согласны? Но смотрите, если вы отдалитесь от Него, настолько, насколько судьба заставляет отдалиться, будете Богу молиться в сердце. Бог будет успокаивать ваше сердце, да и вы будете счастливы, счастье внутри в сердце чувствовать. А счастье означает душа, это означает близкое. Вы счастье будете чувствовать, и тогда вы вспомните его, как он, вы встречались в первый раз. Вы вспомните тогда, как он к вам раньше относился. Вы вспомните тогда, какой он на самом деле хороший человек. И будете его таким знать в своем сердце. Это называется близкие отношения. Смотрите, вы уже далеко с ним, да, не рядом, но вы его таким знаете. Иногда люди расстаются вообще, то есть все время не живут вместе. Но ты его знаешь, что у тебя светлое чувство о нем осталось. Это означает, что вы не сряд прожили эти вместе. Вот вы годы какие-то прожили. А может быть, какое чувство, допустим, плохой человек, зря я с ним жила. Ну, значит, вы не жили с ним вместе. У вас не было жизни совместной. У вас не было ничего. Или, допустим, он зря меня оставил, я его зря оставила. Это ничего не было. Вот, если у вас в сердце светлое чувство к этому человеку осталось, и вы думаете, пускай он живет. Хороший человек, пускай он живет как может. Там, где он живет. Я не хочу его трогать. У меня чистое светлое чувство к нему. Значит, вы не зря прожили свою жизнь. Видите, близкие отношения, они могут быть рядом или могут быть далеко. Это зависит от того, как делает судьба. Но близкие отношения имеют какую природу? Чистую и нейтральную. С людьми в этом мире. Чистую и нейтральную. Вот это вот секрет страшный, который надо понять. Нейтральную означает, я ничего не могу сделать, не помочь, не помешать этому человеку. Один мудрец, к одному мудреца подошел, просто человек спросил, как мы своих детей воспитывать? Мудрец ему сказал, всеми своими силами воспитывай в своей жизни себя. Вот все силы направь на то, чтобы воспитать, очистить свое сердце, всеми своими силами. А с ребенком поступай так, как птичек из гнезда вылетает, птичка крылышком его поправляет. Он лезет из гнезда, птичка его поправляет. И она знает, что она ему ничего сказать не может, и поэтому она спокойно его поправляет, даже не пытается ему что-либо объяснить. Вот так поступает своим ребенком, когда его тянет не туда. Допустим, бутылку как бы он приносит в семью, а ты с любовью у него эту бутылку выливаешь в унитаз. Потому что слова здесь не помогут, он хочет пить, выпивать, понимаете? У него уже есть это желание. Когда у него вкус к этому есть, хоть что ему объясняй, бесполезно, он все равно будет выпивать. Вот вкус появился, ты с ним ничего не сделаешь с этим вкусом. Но если ты будешь в бутылку с любовью выливать в унитаз, то он перемен твой вкус в отношении с бутылкой. Потому что когда ты с любовью, не трогай его, просто нежно в унитаз. А просто нежно с любовью тихонечко раз, вот крылышко, как птичка в крылышко ребеночка, да? Она не имеет ничего против ребеночка, она просто крылышком его назад. Так? Тогда в этом случае ребенок начнет понимать, что пить нельзя. Потому что это знание переходит только через любовь. А любовь, возможно, в отношениях нейтральных, когда ты не трогаешь человека, не мучаешь его, ничего от него не хочешь, просто живи, мой хороший, как можешь. А я буду стараться тебе помогать. Тетку привел в дом. Подошла к тетке и сказала, пожалуйста, не приходите к нам в дом, у нас семья. А ему ничего не сказали. А тетке с любовью. И она поймет, потому что она тоже женщина, как была. Думаете, не поймет? А кто пробовал из вас, поднимите руку. Аж поняла? Не поняла? Вы сказали, не хотите, пожалуйста. И не поняла. А? Сделала, как ей надо. Но Бог был на вашей стороне. Муж сохранился. Семья сохранилась? Нет? Такое бывает тоже. Но Бог на вашей стороне. Бог на вашей стороне. Просто сказала ей, не поняла, но выгнала ее из дома с любовью. У меня один мужчина рассказывал, он говорит, что жена загуляла, он выследил, подошел к этому мужчине, говорит, прости, но я ее муж, вот этой женщины, поэтому я должен небольшую процедуру сделать. Он сделал точный массаж лицами. Небольшой точный массаж. Вот отдохнул немножко, пошел и понял, что не надо. Иногда так тоже можно поцарапать с любовью. Поехали. Но понимаете, любовью означает с ощущением истины в сердце. Можно ведь защищать свою семью? Никто не против. Можно. Но понимаете, а ты зачем изменяешь? Это он не может объяснить. Потому что человек хочет так наслаждаться жизнью, с ним что-нибудь сделаешь? Бесполезно. Но защитить его от этой ситуации как-то по-своему, с любовью можно. И тогда он очухается, потому что он почувствует эту любовь. Человек не чувствует, когда ему делают больно. Видите, какая мудрость глубокая? Смотрите, очень глубокая мудрость. Не трогать человека, а просто защитить его от этой ситуации. Да? Ведь мудрости или нет? Трогаем его, он сопротивляется, трогаем, сопротивляется, трогаем, ненавидит, хлопает в дверь и пошел. Видите? Ты попался на крючок. Почему? Потому что ты думаешь, а я могу помочь себе, сейчас я ему устрою. А ничего не устроишь. Вкус к счастью сильнее всего, чего человек только думает. Допустим, человеку хочется выпивать, в куда-то вкус к счастью, все, он хочет, ему это приносит счастье, что ты сделаешь? Что не сделаешь? Но молиться за человека, а это уже другое. То есть, он ему другой совет дал. Он говорит, а тут, говорит, и все, вот только вот так, и все. Он говорит, есть еще один момент. Точно так же, как рыбки плывут вперед, большая рыбка плывет, а маленькие плывут за ней, точно так же ты должен вести своих детей вперед. Сразу возникает вопрос, а если за мной они плывут, а это значит, что ты их не любишь? Потому что, если ты любишь маленьких рыбок, они всегда за тобой будут плыть. Но рыбка, она не говорит, ты почему за мной не плывешь? Скотина. Но она не говорит, она просто плывет и знает, что она любит рыбок, и они за ней плывут. Потому что они чувствуют любовь. Вот так и человек должен жить в правильном направлении своей жизни. А рыбки, они как плывут за родителями? Интересно. Она иногда ведь не плывет. Она смотрит там куда, полегла туда, но смотрит, а все уже уплыли. И она так как любовь чувствует туда. Так или нет? Я разок на реке гулял, дикая река такая, я смотрю, утка такая и утят. Я начал наблюдать, тихонько встал поближе, и утка меня заметила. Да, она меня заметила, она такая, такая по воде, и там метров по 15. А утят, они тормознули. Они сначала ничего не поняли, но потом начали утку искать, вот видели, и за ней подрапали. Вот так и происходит в жизни. Но почему это происходит? Потому что они ее любят, понимаете? Но если бы она у тебя, она за мной все, ничего бы не получилось. Они под нее трапать начали, потому что она им делает больно. Понимаете, в природе ведь все уже показано, как надо. Но мы не хотим, потому что мы считаем, что мы владеем ситуацией, а мы ей совсем не владеем. Кто из вас может направить ребенка в нужное русло, если он сам не направится? Никто не может. Так же и мужа. Какая разница? Победить одиночество очень просто. Для этого надо перестать быть одиноким, потому что одиночество означает вид упрямства просто и все. Вот смотрите, у женщины, допустим, нет мужа. Почему она одинокая? Потому что она хочет мужа. Она берет, допустим, начинает молиться и в сердце устанавливает любовь с окружающими людьми. Она молится и в молитве чувствует чистое отношение с подружками, с родителями, с знакомыми. И она близкие отношения начинает со всеми в своем сердце строить. Она звонит, мамочка, как дела? Папочка, как дела? Хотя и нет отношений ни с папочкой, ни с мамочкой. Но она не хочет быть одинокой. Она хочет жить как женщина, означает, хочет близких отношений. Но Бог не дает мужа. Смотрите, есть 2 типа женщин, вернее, один тип женщин. Мы все одинаковые. Мы все хотим мужа. Все женщины хотят мужа. Мужа еще. Вот. Но в результате страданий у некоторых женщин происходит интересный поворот в сердце. Они говорят, опа, Бог не хочет мне давать мужа. Значит, так и надо. Она становится человеком да. Вот с этого момента начинается менять ее, меняться ее жизнь. Я сейчас объясню как. Она думает, ну можно, мне Бог не дает. А я женщина. Я хочу близких отношений, хочу любви. Я без любви жить не могу. Все. Это значит, я буду искать, где есть любовь. А любовь где есть? Где есть верующие люди? Она чувствует, ага, вот люди обычно никак живут, они все. Просто да-да-да-да-да и пошли. То есть нет глубоких отношений. Съездили там на пикник, повыпили там, побалу-балу-балу и пошли. А мне от этого как бы нет счастья. Где есть счастья, она ищет и смотрит. Верующие люди собираются, они поют вместе, там они молятся вместе. И у них такое вот отношения очень глубокие, глубокие, внутренние. А вот, о, я вот этого хочу. Мне нужно внутреннее, я хочу вот такого. Я хочу вот близких отношений, глубоких, чистых отношений хочу. И она начинает искать общество, где она найдет близкие отношения. У каждой женщины свое сердце. У какой-то православная церковь, у сердца какое-то, католическое сердце, у какой-то еще какое-то. Она раз, раз, раз и нашла. Начала близкие отношения с тройкой. Верующие люди означают люди, которые служат, заботятся обо всех. Они не для себя живут. И она раз, чувствует их хорошо, потому что все как бы заботятся. Она чувствует, она в семье уже. Все, ей уже легче жить. И она дальше в этой семье начинает жить для всех, заботиться обо всех. заботиться обо всех. То есть, она кем становится? Она становится золушкой. Золушка. Помните? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, то есть, есть разные женщины. Есть женщины не золушки, мягко выражаясь, не золушки. Почему? Потому что они хотят замуж. Женщины нет. Есть женщины Золушки. Золушки признают, а Золушка дергалась там, она жила с мачкой, да? Она дергалась, нет? Она всем улыбалась. Помните, даже в фильме хорошо показано. Ей там грязь в лицо, она такая вытирает. Аленушка, Иванушка такая вытирает, и нормально. Она приняла судьбу. Это четко показано, как надо. Так человек преодолевает одиночество. Сейчас формулу рассказываю. Понимаете, Аленушка, Иванушка, почему? Потому что она приняла. Она счастлива в том, что судьба ей дала мачеку. Она приняла. Судьба дала мачеку, судьба дала этих коров, которые вокруг нее прыгают. Вот все, судьба дала, она все принимает. И она так вот не видна, она именно все смотрит. Дальше что? Дальше принц. Без всякого сомнения. Без всякого сомнения. Для этого надо принять сначала. Надо стать Золушкой сначала. Вот судьба тяжелая, как бы все плохо, а ты все радуешься всему. Ты уже счастлив об этом всем. Ты уже всем служишь, заботишься обо всем. И вот как вы думаете, чтобы стать Золушкой, есть одна проблема? В чем она заключается? Кроме принятия. Ну приняла. Есть еще одна проблема, чтобы стать Золушкой. Вот кто пытался стать Золушкой? Поднимите руку. Вы не знаете проблему, потому что вы не пытаетесь. Кто пытался? Поднимите руку. Какая проблема? Бескорыстие. Проблема. Девушка подняла руку. Басочка. В ответ. Проблема какая? Бескорыстие. Не знаете? О, значит пыталась на самом деле. Молодец. А Ленин сказал. Проблема заключается в том, что сил не хватает так жить. Сил не хватает. Так вот, знайте, что силы – это как раз то, чего и является той штукой, которой нам не хватает. Нам не хватает двух вещей. Силы и знания. Почему женщина одинокая? Потому что у нее нет силы выйти за муж. Если бы у нее были силы, она бы вышла. И всех покосила бы. Всех. Ну силы, когда много силы у женщины. Она только вот так выходит, так вот раз. Смотрела. Всех косят мужиков. Так у меня. Ну женщины, неужели не чувствовали такого в жизни? Что она так раз посмотрела и всех косит. Это сила женская, так есть. И знания. А знание в чем заключается? А знание заключается в том, что это не моя сила. Тут сила есть, да, есть красота, все всех косит. Но вот нужно еще знание. Потому что если знания нет, то типа, буду выбирать тебе получше. Остается одна. Вот красивая, всех косит, а она никого нет. Шаробок эти почему? Потому что она думает, да я красивая. Это моя сила. Знания не хотела. Надо было просто не акулу ловить, а просто большую щуку. Потому что в этом озере акулы не водятся. Нам бы просто как бы, ну большую щуку, большая щуку клюнула. Ее как раз подцепило и все. Ну не акула, понятно, но как бы, какие есть, такие есть. Знаете, это означает смирение этой женщине. Она чувствует вот самый лучший из всех вариантов. Но все равно я сто и большего. Я ни одной женщины не знаю, которая бы глачила замуж за мужчину, который бы был ее достоин. Ее красоту. Ни одной не знаю. Но есть разумные женщины, которые выходят замуж за мужчину, в которую вот она смотрит, лучше не попадалась. И она думает, а может, и вообще не попадется. И выходит замуж. Это означает, что она имеет знание о том, что красота ей не принадлежит. Вот это знание очень редкое. Оно у женщины редко встречается. Поэтому женщины часто делают глупости. Много глупостей в жизни делают. Из-за своей красоты. По любви. Ага, сейчас объясню. То есть бразильский сериал. Бразильский телесериал. Хорошо. Смотрите, по любви отначает вот это вот сильное чувство. Ну как уже по любви? Означает все классно, да? Так минуту. Вот это, да, такое? По любви вот это. Означает сильная привязанность. Возникает человеку сильная привязанность. Сильные чувства между людьми. Сильная ревность. Сильное желание пекать. Сильное, как бы, желание мне. Все вот это очень сильное. Результат боль и разлука. Потому что человек не может это выдержать. Когда по любви один любит, а торгой является объектом любви. Не бывает так, чтобы все любили. Один сильно любит, другой принимает любовь. Человек не может принять любовь. Когда человек вот так сильно любит, его терзается. Он не может, он скован любовью, понимаете? То есть ты его мучаешь любовью, а он бежит от нее. Невозможно жить. Человек рукой убегает, он не может выдержать этого. Поэтому, ну, значит, будет бразильский телеслиал. Многосерийный. Нормально. Но любовь потом может быть. Тяга, влечение между людьми должна быть обязательно. Это дает, слышите? Влечение между людьми должно быть обязательно. Влечение должно быть обязательно. Но оно должно быть таким, чтобы оно не срывало крышу. Вот это очень важно, это надо знать. Что влечение должно быть таким, что вот приятен тебе человек, но крышу не рвет вот так. Вот таким ты не становишься. Потому что когда вот такое, то уже включается плохая карма в жизни. И люди, когда общаются, они должны на что рассчитывать? Мы вместе встретились, живем, и вот влечение остается, и слава Богу. А дальше надо развивать любовь. А то, что вы сказали, это не любовь. Да. Дальше это называется влюбленность, это не любовь. Потому что это чувство, вот выйти замуж по любви, это просто тяга, которая нами не создана. Мы понимаете, мы получили вот эту тягу, чувство, просто как подарок. Потому что мы должны заслужить любовь. А любовь настоящая, это другое чувство. Это чувство чистоты в человеке, который тебе дал. Чувство в нем глубины. Это чувство, что он настоящий. Что я хочу заботиться о нем. Я хочу верной быть ему. Я хочу ему всего самого лучшего в жизни. Понимаете? Это другое чувство. Оно очень светлое. В нем нет похоти совсем. В нем нет жадности. Понимаете? И чувство это нейтральное. Когда люди по-настоящему любят друг к другу, они становятся широкими душами. То есть смотрите, допустим, такие люди приходят, допустим, в гости женщины молодые. Какая-то девушка, допустим, она начала заигрывать с мужем. Ну и вот эти люди, у которых такие чистое отношения, жена к мужу подходит и спрашивает, «Тебе нравится эта девушка?» Он говорит, «Знаешь, вот если бы я был другим, то она бы мне очень нравилась. Но я знаю, что такое любовь. Потому что у нас с тобой чистые, светлые отношения. И я на эту вот куколку как бы это не променяю никогда». Понимаете? Это означает любовь. Она очень глубокая по своей природе. И сейчас так как люди не знают, что это такое, они поэтому разводятся, вот эта свистопляска идет с этой семьей. Потому что вот эта идея, вот эта картинка, да, что должна быть влюбленность вот эта в семье, она же проходит влюбленность где-то года 3-4 пожили, и уже все обыденно стало, приелось. Влюбленность вот эта проходит. И человек думает, «А я должен всегда во влюбленности жить». Он пылька под зад близкому человеку ищет себе дальше влюбленность. Вот это называется греховной жизнью. Понимаете? Потому что вот эта вот привязанность к этой влюбленности, это и как раз и есть главный порог, который разрушает семью. Человек женился, живет, и дальше что в его голове живет? Вот эта влюбленность. Он ее ждет дальше жизни, ждет и ждет, и дожидается. Он видит, «А-а-а-а, девушка моей мечты, королева красоты». Бросает потом жену в детей, потому что для него влюбленность главная. Он не понимает, что есть глубокие чувства между людьми. Ему вот эта влюбленность нужна. А по факту ему что нужно? Просто наслаждаться женщиной. Это не называется влюбленность. Это называется эксплуатация энергии любви, если говорить честным языком. Вот это и есть капкан, который душит людей. Часто женщины не выходят замуж из этого капкана. Они ждут, ждут влюбленности. А знаете, интересно, вот это, кстати, тема одиночества. Есть некоторые... Вообще у женщины, у женщины в сердце так устроено, что она чаще всего не может влюбиться. Вот чаще всего женщина не может влюбиться. Знаете почему? Потому что ей нужны доказательства. Доказательств пока нет.